Четверо детей подорвались в Днепропетровской области. Сдетонировал боеприпас. Какой именно в полиции пока не знают. Трое мальчиков сейчас находятся в очень тяжелом состоянии. Сейчас их пытаются спасти. Все подробности расскажет Елена Миндалёк. Всё произошло около часа дня в городе Подгородное. Дети играли в этом дворе. По словам соседей, 7-летний мальчик вынес из дома вместо игрушки какой-то снаряд. И вдруг взрыв. Звук был слышен за 2 километра. Сказали гильзу. Сама гильза пуста 14 сантиметров 7 миллиметров. Это только сама пуста гильза. А сколько там было уже самого снаряда. То есть никто ничего не скажет. Суседи, версия от каких, что вынесли патрон, про них плохого ничего сказать никто не может. Детей доставили в областную больницу. В тяжелом состоянии трое мальчиков. Они сейчас в реанимации. Двоими из них осколки посекли живот. Ещё одного серьёзная травма руки. Девочка с лёгкими ранениями в травматологии. Одновременно шли операции по поводу двух детей. Последнему ребёнку была проведена лапароскопическая операция. И оказалось, что у него осколочное ранение, проникающее ранение брюшной полости с повреждением селезёнки. Эксперты сейчас устанавливают, что это был за снаряд. По неофициальной версии, его нашёл отец одного из мальчиков во время прогулки возле полигона в посёлке Гвардейском. Пока мы не проведем экспертизы, очень сложно сказать, что это за боеприпасы, и что он там делает, этот боеприпас. Полиция открыла уголовное производство. По статье «Неосторожное обращение с боеприпасами» не исключено, что за игры детей ответят их родители. Елена Медалюк, Евгений Кринецов, подробности, телеканал «Интер», Днепропетровская область.